Здравствуйте, товарищи! Мы с вами рассматривали разные формы движения материи, в том числе рассматривали становление, изменение, развитие, развитие эволюционное, развитие эволюционное. И подошли к вопросу о том, что когда мы дошли до социальной формы движения материи, то должны обнаружить и можем обнаружить, что социальная форма движения материи включает в себя и общественное сознание. Общественное бытие и общественное сознание. Вот этот вопрос соотношения общественного бытия и общественного сознания мы должны рассмотреть. Что гласит материализм, примененный к истории? Материализм, примененный к истории, гласит, что определяющим во всей человеческой истории, может закрыть, является общественное бытие. А общественное бытие включает в себя то, что производство воспроизводства непосредственной жизни. И вот это производство воспроизводства непосредственной жизни само изменяется, само развивается. И на первое место выходит постепенно с развитием материального производства, производство материальных благ. Поэтому нам нужно ответить на вопрос «А что такое производство?». Производство надо отличать от труда. Значит, вот я сейчас вам задам вопрос «Что такое труд?», попробуйте ответить. И второй вопрос «А что такое производство?». Но если вы не ответите, то я постараюсь ответить. «Труд – что такое?». Как бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, что для вас это слово не новое, не известное. Но из-за этой известности оно может быть и не обдумано. Почему? Потому что обдумывать что-то всем хорошо известное вроде бы как и не стоит. Но так получается, что раз оно не обдумывается, то, не имея соответствующих размышлений, нельзя получить ответ на вопрос «А что это такое?», «Что такое труд?». Применение каких-либо сил человека или группы людей. Применение каких-либо сил человека или группы людей для… Для чего? Для создания чего-либо. Для чего? Чего-либо. То есть, если я вижу урна стоит, подошел и толкнул, урна упала и разбилась – это труд? Ну, это не создание чего-либо. Под ваше определение подпадает? Нет. Применение в человеке. Вот силы у меня есть. Взял, подошел и толкнул. Ну, это не создание чего-либо. Что это я иду, а они стоят. Раз – я их и толкнул. Ну, я говорила про то, что там важен факт создания чего-либо. Для создания чего-либо. Для создания чего-либо, да? Да. Ну, вот, скажем, для создания чего-либо. Ну, вот привезли их каваторы, бульдозеры и прокопали через весь Ленинград большой-большой ров и создали ров, заполненный водой. Это труд? Да. А зачем это? Создали? Так что создали? Чего-либо. Вот это вот чего-либо позволяет делать что угодно. Ну, в моем понимании, труд – это какое-либо действие вне зависимости от того, направлено оно на созидание или на бессмысленность. То есть, если я взял, пришел, разрушил ваш дом. Это действие независимо от того, для созидания, для созидания. Взял, разрушил. Вы пришли домой, а у вас дома нет. Это труд, что ли, я произвел? Или вот сейчас давайте произведем сбор свинца, будем ходить по домам, у вас есть свинцовые какие-то вещи, дайте сюда. А потом возьмем, расплавим этот свинец, и потом, когда застынет свинец, и бросим где-нибудь на дворцовой площади. Это труд? Почему это не труд? А? Почему это не труд? Потому что у вас нет определения труда, поэтому и нельзя ответить на вопрос, труд это или не труд. Определение труда должно быть такое, которое не позволяет какие угодно действия относить к труду. Вот скажем, бандитам трудно было отнять у людей деньги. Трудно это действие, действие. Люди убегали, начали с ними сражаться, они поубивали их. И с трудом отняли у них те деньги, которые у этих людей были. Это труд. То, что это трудно было им, это факт. Но если это трудно, это не означает, что это был труд. Можно сказать, что это плоды труда. Вот если они вот добыли, отняли, грабители, бандиты отняли у трудящихся что-нибудь. Это вот плоды труда, их собрали и начинают пересчитывать добычу. Вот Рубинзон Крузо и Пятница высадились, или вернее их высадило море с корабля разбитого. Высадились на необитаемом острове. Для того, чтобы не умереть, они должны были предпринимать какие действия? У тебя вот беспорядочные действия, значит, взять палки и бить по деревьям? Или что? Целесообразные действия. Целесообразные. Вот у бандитов тоже целесообразные. Прямо вот они нацелились на вас и сзади бежали долго. Целесообразные, это правильно. Но все-таки цель-то какая у них была? Ну, видимо, настолько, как не было по вашему мнению, то есть это созидание или облагораживание, или изменение в лучшую сторону. В общем, положительное, скажем так. Ну и что они хотели делать своими действиями? Тот же вот вы бы попали, двое как раз вас, на необитаемый остров. Или вы бы стали здесь все делать, или такие, которые что давали бы? Они бы устраивали следы вокруг себя. Для выживания это, собственно. А? Для выживания? Для выживания, нет. А что нужно человеку для выживания? Труд. Нет, это труд, это уже средство. Еда. Еда. Значит, это вот, они бы свои действия направили на то, чтобы получить еду. То есть взяли палки, там, начали рыхлить землю, пытаться находить какие-то семена, там, высаживать, сбивать то, что там растет, да, если плоды есть какие-нибудь. Поэтому труд, это не любая деятельность. Даже не потому, что она целесообразна, не целесообразна. Это, конечно, целесообразная деятельность, но цель-то какая? Это такая деятельность, которая является деятельностью по созданию материальных благ. Труд, это деятельность по созданию материальных благ. Вот у Маркса есть такое красивое определение труда, это вот краткое я вам сейчас сформулирую. Оно звучит так, что труд – это обмен веществ между человеком и природой, в ходе которого человек приспособляет вещество природы для удовлетворения своих потребностей. Вот это вот, это вы хотели сказать. Мне кажется, именно этого и хотели сказать. Есть еще общественный труд. Да, это вообще то же самое есть. То есть труд – это такая деятельность, которая позволяет удовлетворять потребностей, создавать материальные блага для удовлетворения потребностей. А если материальные блага мы не создаем, ну вот я играю в футбол. Это труд? Нет. Потому что он не удовлетворяет потребностей материальной. И без футбола можно просуществовать, а вот без пищи просуществовать нельзя. Хотя есть разные определения, так сказать, труда. Можно говорить о том, что в расширительном плане, что любая целесообразная какая-нибудь полезная, но полезная деятельность, не вредная. Полезная деятельность тоже может считаться трудом в расширенном смысле. Скажем, вот Марс в третьем томе «Капитала» рассматривает такой пример, что вот один человек, фармацевт, производит таблетку. Это материальная блага, правда? Таблетка. Ее выпотребили и выздоровели. А другой, с высшим образованием, врач, специалист, он непосредственно направляет свои действия на человека, лечит его. В том числе с помощью таблетки, и с помощью режима, и с помощью других каких-то средств. Один труд в таком узком смысле производительный, а другой нет. А в широком смысле, в смысле полезной деятельности, и тот, и другой труд могут считаться производительными в смысле принесения какой-нибудь пользы. Это расширительные понятия труда. Но это труд. А вот теперь давайте рассмотрим, что такое производство. Что такое производство, это другое понятие, несколько. Связанные с первым. Как бы вы определились, что такое производство? Процесс создания продукта. Процесс создания продукта, вроде как мы говорили про процесс создания продукта. Тут была деятельность человека, это процесс. Этот процесс может иметь перерывы, когда труд не применяется. Может такой быть? Пример можете привести? Ну, скажем, если идет выплавка в каком-нибудь там, деталь уплавляет, они ее осужают потом какое-то время, там не нужно. Я бы сказала, что труд это относительно человека, а производство это относительно машины. То есть, когда человек бездействует, а машина делает что-то за него, то это произвольство. Ну, почему? Вот производство зерна, например. Вот смотрите, сейчас производство зерна идет на полях России? Пшеница идет? Производство зерна? Ну, она растет. Растет же? И есть вмешательство человека, да. Какая пшеница сейчас растет? Не сезон же. А? Не сезон же. Ну, почему? Я уже высадила. А, не сезон. Почему это не сезон? Как это не сезон? Самый сезон. Как это не сезон? Для роста пшеницы? Когда высевают пшеницу, скажите, пожалуйста, товарищи журналисты? Я думаю... Близкие к народу? В марте, в апреле, даже в апреле, в зависимости от территории. Почему в апреле-то? Вы вообще наблюдаете за природой? Скажите, пожалуйста, когда семена выпадают в землю? Осенью. Осенью. Так и пшеница. Вот если пшеница, она вот стоит, вы ее не убрали. То у нее семена когда выпадут? Весной или осенью в землю? Осенью. Ну, если естественно выпадет, то... А если люди хотят, скажите, побольше пшеницы собрать, они будут высевать весной или осенью? Ну, лишь вы помните. Красные далеки они от народа. Ну, азимы и пшеницы, слышали такое понятие? Азимы? Слышали? В литературе есть новое об этом говорится. Азимы. И яровые культуры. Чем отличаются азимы от яровых? Видимо, в реме. Азимы, по-моему, их садят с осенью, а яровые раздумают. Да. Вот азимы еще до зимы. А яровые уже весной. В чем разница? Разница в том, что мы посеяли где-нибудь в октябре пшеницу. Ее и посеяли. В основном пшеницу и рожь. И овес. Посеяли в октябре. И вот она вырастает вот примерно такой высоты. Не видели никогда зимы? Очень красивые деревья. Я тоже мало очень видел. Как-то ездил на съезд профсоюзный. Проезжали мы по Мордовии. Такие огромные, такие поля. Изумрудные просто. Свежий цвет, зеленый. Изумрудный. Такой ковер. Необыкновенное зрелище. А что потом? А потом идет снег. И что дальше? Что с этими азимами? Что с ними происходит? Они живые остаются или нет? Живые. Под снегом. Что происходит с ними? Корневая система укрепляется. Азимы закаляются. И наступает вот это время, которое сейчас. Что сейчас происходит? Снег сходит. Можно сейчас высевать яровые культуры? Можно? Нет. Да как вы будете высевать там вода, грязь? Никакая техника не может пройти сейчас на полях. Никакая. Трактора застрянут. Сейлки не пройдут. Ничего не будет. Невозможно. То есть для того, чтобы сеять яровые культуры, надо еще ждать и ждать, пока более-менее почва подсохнет. А когда она подсохнет, значит, влага из почвы уйдет. А вот для растений что нужна прежде всего? Влага. И вот эту всю влагу, которая сейчас именно есть, потребляет, азимы поглощают ее. И азимы сейчас идут в самый бурный рост. Вот видите, не сезон. Сезон сейчас. Самый сезон для роста азимы. Вот они сейчас растут вовсю. А труд применяется сейчас? Нет. Труд применялся. Труд очень, я не знаю, сознательно или бессознательно, но вы совершенно правильно сказали, что труд – это процесс. Там у нас была целесообразная деятельность человека, труд. А это процесс. Он включает в себя, скажем, какие-то часы труда человеческого. Но он может длительное время совершаться, этот процесс, и без... под воздействием сил природы. Солнышко светит. Солнце является тоже источником. Одним из таких источников, которые позволяют выращивать сельхозяйственную культуру. Конечно. Вот. Но для этого надо, чтобы семена были брошены в землю. Если они не брошены в землю, так сколько хочешь нагревай. Будет что? Пар. Пар тоже хорошо. На следующий год что-нибудь можно посадить. Но сам по себе пар ничего не дает. Пар дает только тогда, когда вы его посеете. Вот сейчас идет самый рост, самый сезон. Иногда бывает, что когда мало снега, то плешины, получается, вымерзают в землю. Где-то, какими-то местами. И тогда весной в этих местах подсевают. Яровыми в этих местах. Ну и в итоге, когда идет уборка, конечно, яровые дают меньше. Естественно, это растет с октября по июль. А яровые, ну, их и позже и убирают в августе. То есть, понятие производства включает в себя, конечно, понятие труда. Но они к нему не сводятся. То же самое, скажем, производство вина. Как вы себе представляете? Собрали виноград. Виноград это надо раздавить. Передавить и получить из него вот такое продукт давления. Это сусло виноградное. Часть этого виноградного сусла отправляется на то, что произвели все соки. А часть на вино. Чтобы получилось вино, надо, чтобы оно бродило. Вот оно бродит. Оно бродит само или там кто-нибудь по нему бродит? Нет. Оно бродит само. Потом надо залить в бочи. В какие? Платмосуи. Дубовые. Почему дубовые? Потому что они содержат дубильные вещества и придают особый вкус. Поэтому именно дубовые. Коньяк ли делают или делают вино? Дубовые бочки. А если вы в сосновой, будет пахнуть смолой. Поэтому никто из сосновой бочки не использует для этого. Дубовые бочки. И положили на склад. И что дальше? А дальше на складе лежат эти самые бочки с вином. Сколько они лежат? А вот чем больше лежат, тем считается лучше вино. Ценнее. Вот, скажем, вино 11-летней выдержки. 11 лет смотрели на него мужики и не выпили. Представляете, какая сила в этом вещества. Поэтому оно так дорого и стоит. А если только годовой выдержки, то это, конечно, дешевле. Или молодое вино совсем, которое еще не настоялось. То есть процесс производства продолжается. Поэтому производство не сводится только к труду. Это вот тот процесс, который труд в себя включает или порции труда включает. Как вы, скажем, как вы пример привели, станочник. Он включил. Прошла операция. Закончилась. Он переналадил. Поставил второй операции. И смотрит. Смотрит или даже может газетку почитать там 5-10 минут. Потом снова он включает операцию. Или он сделал уже программу. И эту программу он запустил. И вот в соответствии с этой программой он следит. Чтобы во время выполнения программы не получилось какого-то сбоя. Из-за того, что попала соринка. Или что-то там не пошло. Или твердость оказалась инструмента не такая, как предполагалось. Или материал оказался не такого качества. Поэтому он наблюдает. И останавливает его. И переналаживает. И тогда снова запускает программу. И так далее. Но в любом случае есть периоды, когда труд применяется. И когда труд сводится к наблюдению. Или к ожиданию. Того, чтобы какой-то цикл закончится. Вот как определяется производство. Можете записать все понятия производства. В производстве есть процесс. Присвоения предметов природы. В производстве есть процесс присвоения предметов природы. В рамках определенной формы общества. И посредством нее. производствуясь процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством неё. Ну вот как надо обращаться с определением, надо знать все слова, понимать все слова, которые тут есть. Процесс, кто скажет, что такое? Вот вы уже употребляли слово процесс, я не придирался. Процесс это что? Ну каждый человек, который что-то говорит, он должен, вот журналист, пишет об этом, он должен вообще понимать, что он пишет. Согласитесь, это не требование необычное, нормальное, что каждый, кто пишет, должен понимать, что он пишет, потому что люди, которые будут читать, к ним предъявляются требования, что они понимали. Надо передать им смысл. Что такое процесс? Протяженность? Протяженность действий. Сама протяженность, это будет длительность процесса, протяженность действий. А процесс что-что такое? Действий. То есть, если я подошел и ударил кого-то топором по голове. Это процесс. Процесс будет потом, когда меня будут судить. Судебный процесс. И он не сводится к одному действию. Это может тянуться очень долго. Правда? Процесс любой. Процесс, например, приготовление пищи может часа два занять. Это даже не скажешь, что действие. То помешайте, то добавьте это, потом добавьте его то. То снимите пену. Поперчите, посолите. Там много действий. Процесс. Какой-то длительный комплекс действий, изменений, направленный на определенный результат? У вас научно выглядит формулировка такая научная. Очень сложная. А удовлетворительно попроще. Почему попроще? Потому что и так у нас сложная конструкция. Правда? Процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И тут еще нам это такие вещи сложные. Мы так умрем тогда. Процесс это просто изменение во времени. Изменения вы берете во времени. Это процесс. Если просто изменение, вы как бы абстрагируетесь от времени. Говорите, вот такой процесс. Долгий ли он? Длительный? Не акцентируйте на этом внимание. А когда вы говорите процесс, вы как-то делаете акцент на то, что изменение во времени тут. Это не просто так. неоднократное действие. Не просто комплекс действий. А это, может быть, целое последовательное действие. Во всяком случае, это что? Изменения во времени. Вот и все. Процесс. Раз. Дальше. Присвоение. Что такое присвоение? Вот что мне нужно сделать, чтобы присвоить? Это наушники у вас ведь, да? Да. Вот что мне нужно сделать, чтобы я присвоил все эти наушники? По владение. А что значит? А вы знаете, что такое владение? Владеть чем-то. А? Владеть чем-то. Нет, ну владение владеть. Ну, обладать. Ну, так что значит обладать? Стать собственником. Ну, собственником это уже совсем круто. Это... Есть можно быть владельцем и не быть собственником. Правильно? Ну, обладать. Я сейчас подойду, заберу у вас эти наушники и выкину их в окошко. Это значит, что будет? Я буду собственником. Нет. Зачем вы требуете, чтобы я был собственником? Я без всякой собственности могу выкинуть. Но это ближе к тому, что вы сказали. То есть овладеть. А что значит овладеть? То есть вы вот собственница этих наушников. Так, а я беру их, тащу их. И кто я тогда? В этот момент? Похититель. Ну, прямо уж похититель. Может, я хочу так по кругу пройти и вам сказать, какой хороший у вас предмет. А вы говорите, похититель. Сразу вы так настроены, как будто вы исследователь или я оперуполномочий. Это близко к тому, что вы говорили. Вот. Владение – это фактическое господство над вещью. Вот сейчас вы над ней господствуете. Она рядом с вами лежит. Я его сейчас заберу, и фактическое господство будет у меня. Так, ну, открой и выброшу. Вы сто раз будете собственником, ругаться будете. Я владею, вот как вы сказали, фактическое господство у меня будет. Вот у кого, кто фактически господствует, вот и владелец. А если это фактическое господство закрепляется общественными отношениями, вот вы сказали насчет собственности, вот тогда это уже, то есть общество это признает. Вот я забрал у вас, а потом вот у соседки ваши спрашивают, правда же это мой предмет? Она говорит, да, это ваш. Я говорю, а вы что, хотели бы присвоить, что ли, его? То есть если общество, а если тут еще вот товарищи скажут, вот совершенно независимо скажут, это, конечно, Михаил Васильевич. И что тогда? А вы туда куда пойдете? У вас что, какие-нибудь бумажки есть там, написанные там чеки, там в них даты и так далее. И начнете вы этим всем трясти. Кому вы будете трясти? Мне это не надо. Я забрал их и пошел. Что вы за мной? В нас все водите. Тем более нас тут двое мужиков. И все. А разве не так бывает собственно? Как вы думаете, вот приехали в Америку колонисты из Европы. А там, что они там видят? Прерии, то есть степи. Так, мустанги там скачут. Дальше, что они там видят? Они видят там хорошая земля. Огородил эту землю. Будете, зайдешь на мою территорию? Ух, и нет его. Они так выходят до сих пор, американцы с этим оружием. Трамп даже говорит, вот приехал. Говорит, вармцузы они вот. У них, наверное, такие эти. Террор так легко развивается. Потому что они слабо пользуются оружием. Надо больше пользоваться оружием. Буквально последняя новость. Французы недовольны, что им такой выговор сделал Трамп. То есть, фактически, кто туда. Зайдете на мою территорию? Застрелю. Вот я и буду. Кто? Владелец. А поскольку все уже привыкнут к этому. Уже на мою территорию не заходят. Значит, вы уже с этим свыклись. А раз свыклись, это получается общественное закрепление. То есть, общественное закрепление означает уже собственность. А не просто владение. А владение означает только одно. Фактическое господство. То есть, я схватил и убежал. Вот я и владею. Догнали меня, отняли. Значит, вы владеете. Опять я вас вырвал. Значит, опять я владею. И так далее. То есть, хорошая эта категория. Хорошая. Она берет и фиксирует, кто фактически господствует над этой вещью. Владение. А вы, как собственник, можете распоряжаться. Можете мне дать, можете не дать. Вы же можете мне дать? Можете. А можете не дать. Но вы, потому что распоряжаете. А использование? А использование – это не то, что вы мне дали. А это надо одеть и слушать. Правильно? Потому что это пользу и увлекать. Это другая категория. И все это разные понятия. Пользование, распоряжение, владение, собственность. Но мы-то изучаем производство. Производство – это процесс присвоения. А присвоение в чем состоит? А присвоение – это надо вам будет запомнить или записать. Это есть превращение в процесс своей жизнедеятельности. Вот если я у вас эти наушники взял, надел, и уже они не входят не в процесс вашей жизнедеятельности, а в процесс моей жизнедеятельности. Вот я их присвоил. Вы потом можете ходить и доказывать, что как это он схватил, присвоил, вообще профессора распоясались в нашем университете, приходят на чужой факультет, начинают хватать наушники, отбирать под видом примеров и прочее, и прочее, и прочее. Но это вообще засторонний разговор. Процесс присвоения произошел. Или я иду через супермаркет, вижу булка. Беру и откусил, иду дальше. Все со мной будет. И ничего не будет. Как вы все считаете? Пошумят, да и перестанут, а я пожевал, да и пошел. А если вы пойдете, тем более скажете, мы студенты университета, все сразу отстанут, скажете, ну хорошо, хоть она не умерла, съела кусочек булки. То есть при такой стипендии при такой жизни можно и умереть не на руках. Могу еще раз поговорить, «привращение в свою жизнедеятельность». Процесс превращения в свою жизнедеятельность. Я у вас зубную щетку отнял, прокипятил и стал зубы чистить. Это что такое? Я превратил ее в свою жизнедеятельность. Включил в процесс свою жизнедеятельность. Присвоил. Вот сейчас вы присваиваете те скамейки, на которых сидите, и столы, на которыми сидите. Но потом вы уйдете отсюда, и этот процесс оказался незаконченным. Придете, другие могут прийти, чтобы посидеть. А если вот, как получился период приватизации, кто-то уже постоянно сидит на тех местах, которые он временно занимал, он получается уже и дальше, уже это присвоение превращается в собственность. И мы эти оттенки должны тоже видеть. Значит, производство, процесс присвоения предметов природы. Они же были, эти предметы природы, безразличны к вам. Правильно? А вы к ним были безразличны. И вот вы их присвоили. А что значит присвоить? Превращение в процесс своей жизнедеятельности. То есть вы что-то потребляете. Сварили, съели. Или превратили в какой-то предмет. Утварь из этого сделали. Или обстругали какую-то палку. И с помощью нее потом что-то сбиваете. Или сделали лук и стали стрелять. Правильно? То есть вы превратили в процесс своей жизнедеятельности. Превратили в процесс присвоения предметов природы. Ну, предметов природы, всем ясно, что такое. Вот это предметы природы. Да? Да. Да. Вы тоже согласны с этим? Нет. Нет? А что же это? Ну, это вот. Это люди, что ли? Это люди. Ну, это же обработанный человек. Ну, так обработанные предметы природы. Ну, обработанные. А как вы еще думали? Конечно, обработанные. А все это и есть. Это называется как на научном языке? Очеловеченная природа. Но это же не из людей сделано. Это из природных материалов других. Тут ничего из костей позже и прочего не делается. А все делается из природы. Из природных каких-то. Вот посмотрите тут. Для того, чтобы студенты не разрушили эти столы, взяты тяжеленные железа. Вот здесь посмотрите, какие ножки. Видимо, долго нужно было и много выплавлять. Это из стали. А в стали что делается? Из чабуна. Нет. Сталь делается из чабуна. А чабуна что делается? Вот чабуна уже из железа. И вот это все выплажено. Потом... Это потом... Вот видно здесь протягивали. Чтобы получились вот такие стеркви металлические. А потом их гнули. А потом сваривали. Тут видно явно сваривали. А что такое сварка? Температуру подняли. И с помощью этой сварки их соединили. И все. Это тоже предмет природы. Огонь. Тоже в природе есть. Молния сожгла и горит. Это сам человек огонь выдумал. Или огонь был для человека. Или вулканический огонь. Пожалуйста, лавать, когда течет. Там идет же этот огонь. Так что, если кто хочет прикурить, может пойти к вулкану их там от лавы и прикурить. Процесс присвоения предметов природы. Но производство в рамках определенной формы общества. Вот посмотрите, сейчас пшеница растет. Но уже известно, что ее будут убирать. Сейчас, как вы думаете, заключаются договоры с теми организациями, которые будут поставлять технику. С водителями комбайнов, водителями грузовиков. Которые будут специально оборудованы для перевозки зерна, чтобы оно не просыпалось через щели. Так, куда повезут-то это зерно? Была такая практика, в том числе и в советское время, когда сыпят в бурты. Вот так вот. Сделают из них такие огромные насыпи из этого зерна. Оно полежит, дождик польет. Частично проросет, чертично сгниет. Это разве это дело? Значит, надо договориться с соответствующими предприятиями. Мухомольными, чтобы они взяли на хранение, и там это зерно в колосняках, таких высоких башнях, перемешивается, чтобы оно не сгорело, чтобы оно, так сказать, не перегрелось. Если оно перегреется, оно сгниет. И тогда вся эта работа пошла на смарку. Значит, надо, чтобы вот эти предприятия обеспечивали хранение этого зерна. Так надо сейчас договариваться. Сейчас работа на полях не идет, а вот эта работа-то идет. И вот наступит период уборки. Там быстро поедут комбайны. Рядом с комбайном должна ехать машина. А за ней следующая, потому что как только эта машина загружена, следующая подходит, за ней следующая и повезли. И повезли колосники. Ну, а дальше это зерно будет храниться там, а потом оно на мельничный комбинат, потом превратят в муку. Часть муки пойдет в магазины, а часть пойдет на предприятие, где будут выпекать в хлевобулочной промышленности соответствующей хлевобулочной продукции. И черный хлеб из ржи, белый хлеб из пшеницы и так далее. То есть, поэтому, когда мы берем вот эти слова, процесс присвоения предметов природы в рамках определенной общественной формы. То есть, это какое-то общество имеет какую-то форму, и в рамках этой формы идет этот процесс. Или этот процесс идет в рамках общества, которое дает общественную собственность на средства производства. То есть, собственность не меняет этот продукт. Так он был в общественной собственности, так он и идет до тех пор, пока его не выдали в виде, допустим, части из общественных фондов бесплатно или по труду. Либо он продан, скажем, в буржуазном обществе. Сейчас мы живем в буржуазной России. Значит, хотите булочку, платите деньги. Нет денег, проходи. То есть вот весь этот процесс идет, идет, и для присвоения этой булочки, чтобы вы поучаствовали в процессе присвоения, у вас надо иметь в своих руках соответствующие денежные знаки. Или деньги, или их представители. У вас сейчас в кармане представители денег или деньги? Кошелек есть? Да. В кошельке что лежит у вас? Представители денег или деньги? Представители денег. Представители денег. Потому что там, а как они называются? Представители денег, там название написано. Тут вы точно читали, но сейчас, может, не вспомните. Что написано на этих бумагах? Банк России. Банковский билет. Билеты. А чем хорош билет? Ну, порвался, другой билет дадут. Разрешается там даже норма есть. Сколько? До четвертинки. До четверти можно надорвать. Обязаны принимать. Потом их выбрасывают, с новым номером выпускают. И все. А иначе, если бы вы отходили, это все. Скажите, а рубль у нас еще делали? Металлический. Как вы думаете? Нет, не рубль. Десятирублевку возьмем. Рубль. Она не магнитится. А? Алюминий. Да. Ничего нет. Да ладно, какой алюминий. У вас есть десятирублевка? Нету? Нету. Вот вы дома, когда придете, проведите такого. У вас магнит есть? Да, она не магнитится. Чего? Она не магнитится. Спорим на десять тысяч рублей, что это магнит. Мне деньги нужны. С вами спорим? Нет. Нет? Потому что из спорящих, вы знаете, один дурак, другой подлец. В данном случае я выступаю как подлец. Потому что я-то точно знаю, что раньше эти вот десятирублевки делались из медно-никелевого сплава. И медно-никелевого сплава. А вот теперь этим медно-никелевым сплавом покрыта железная болванка. Поэтому если у вас, вот у меня одно время было для телефона такой сумочка с магнитиками. И раз сюда приложишь эту десятирублевку, она отлично держится. Вы можете вместо кошелька брать магнит. Достаете магнит, а на нем висят эти десятирублевки, расплачиваете. Очень эффектно будет в магазине. А скажем, рублики очень хорошо. И десятикопеечные моменты, и пятидесятикопеечные. Вот у меня дома на даче я магнит достал, магнит прилепил к холодильнику, а на нем гроздьями эти монеты висят. Знаете, как пчелы, когда рой вылез. Поэтому если кто будет говорить вам, что рубль у нас деревянный, не верьте. Рубль у нас железный. Не надо принижать вносение нашего рубля. Поэтому кошельки наши потяжелели. Потяжелели в буквальном смысле. Потому что это медный некий же из плавки. Думаю, да что такие тяжелые стали кошельки? Да носить-то тяжело. А потому что... Ну, а что касается, скажем, использования карточки, то как бы, если этот банк не лопнул, карточка, которая у вас в кармане, вам хорошо. Если лопнул, вам уже не так хорошо. А лопаются они регулярно у нас в банке. Как вы знаете. Регулярно отбирают лицензии. Ну, и часть, так сказать, тем вкладчикам возвращают. Но не все. Есть граница, выше которой уже не возвращают. Что мы получаем? Производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И вот мы переходим к вопросу о формах общества. Вопрос о формах общества. А формы общества бывают какие? Знаем мы немного формы общества. Всего четыре. Нет, можно сказать пять. Первобытный общинный коммунизм. Когда собственность общественная, все там сообща трудятся, что-то собирают, что-то добывают, кого-то ловят, вместе жарят, потребляют, распределяют. И в итоге удовлетворяют те потребности, которые есть. Сообща. И кто командует этим процессом? Мужчины или женщины? Робот на общинном коммунизме. Мужчины. Женщины. Женщины. А чего мужчинам? Разве можно доверять им, распределять? Дети останутся голодные, сами сидят, женщины вымрут. Сильные заберут, слабым не достанется. Ни в коем случае нельзя доверять. Страшное дело. Даже в советское время, вот в советское время, как вы думаете, в материальном производстве женщин с какой процент был? Ну вот носилки носить, вот делать дорожные работы, не наблюдали, нет? Вот сидят женщины с лопатами, значит, туда это все делают, а тут один товарищ, вроде меня, у него так вот ручка, карманчик, он считает, сколько вы сделали вот этих, положили асфальта. Нужно считать? Кто может посчитать? Сильный пол. В материальном производстве женщины половину составляли. А как вы думаете, а в правящей партии, КПСС была правящей партией, но если правящая партия, как там соотношение? Как вы думаете, сколько процентов женщины были в партии, КПСС? 40? 60? 11. 11. Ну, надо же управлять, это вам не носилки носить, носилки, если идет тут у вас, пожалуйста, равенство. А управлять так, женщины отдыхайте пока, а мы будем решать. Поэтому у нас вечно, и с тех пор у нас все время проблемы с яселями, со столовыми. Я, скажем, когда мы делали хозяйственный договор, долгосрочный социально-экономический план на 10 лет тихвинских производств объединения Кировский завод. Вот идем по заводу и беседуем с работницами. Молодые девушки еще замуж не вышли, еще не скоро выйдут. Они уже встали в очередь в яси. Потому что если вы выйдете замуж, встанете в очередь, как раз вы аккурат к школе ваша очередь на ясле и подойдет. Поэтому вот такая вот история. Но если бы женщины руководили, что они не решили бы этот вопрос? Или вопрос там того же самого пьянства? Ну, как бы вы думаете, женщины быстро бы решили этот вопрос пьянством? Они каждого вещевают своего мужа. А он доказывает, что он не пьяный, а твередый. Так, ну хорошо, вот одна форма производства первобытной, общинный коммунизм. Коммунизм от слова общий. Общественная собственность значит коммунизм. Какой? Первобытный. Все не развитое, производительные силы не развитое. Потом за ним идет какая форма производства? Рыбовладение. Вот производство, как ведется в период рабовладения, как вы себе представляете? Это коллективное производство или индивидуальное там, допустим, я и рабы? Коллективное. То есть есть рабовладельческие лытифунги. И вот там есть управленцы. Не обязательно сам рабовладелец управленец, кого-то назначается. Даже из рабов может назначать. И они выполняют эти функции управления. И этот коллективный труп может быть вполне даже планомерный. Вот есть задача, надо вырастить виноград, надо его, растение соответствующим образом обработать, нужно обрезать и так далее. Нужно сделать вино. И все это нужно пасти в стадо. Это все делается. Какие права у этих самых работников здесь, у рабов? Какие права у них? Никаких нет у них прав. Они вообще не люди. А кто они? А они говорящие орудия. И то они должны радоваться этому. Почему? Ну, допустим, вы меня победили, ваше племя, вот вы пришли, и вас двое. А я один из другого племени. Раз я из чужого племени, вы меня победили. Вы же можете меня убить? Да. Да. Ну, а вы решили меня жизнью сохранить. Пусть лучше, говорит, лекции читать. А мы будем у него вопросы задавать и записывать. И сохранили меня тоже ведь хорошо. Хорошо. А потом, значит, встается вопрос, что надо организовать демократическую власть. Из кого она демократическая власть? Большинство решает, какое. Большинство рабовладельцев, правильно? А рабы-то участвуют в этом процессе? Нет. Поэтому демократия изначально, это власть меньшинства или большинства? Если за людей считать рабов, то меньшинства. Если не считать их за людей, тогда большинства. Но тогда не считать рабов за людей. Тогда это вот позиция рабовладельческая такая. Если не считать любой. А если считать их за людей, тогда это власть меньшинства. Причем очень малого меньшинства. Хорошо. Закончилась демократия. Следующая форма производства какая? Феодальное производство. Феодальное производство, что означает? Это означает, опять, есть латифунди, крупные помещищи, да? И надо работать на барчане. Сколько бы дней, если бы я был у вас крепостной, дали мне на барчане работать, а сколько в своем хозяйстве? Три и четыре. А? Три и четыре. Три и четыре. Вот вы очень, это разумный такой, я считаю, барыня разумная, потому что вам же нужно, чтобы живой был крепостной, это раз. Чтобы накормленные дети были у него, и чтобы их много было, этих детей, и чтобы у вас крепостных все пребывало и пребывало. Потому что богатство феодального общества в чем меряется? Вот крепостных. Если вы приходите, говорю, здравствуйте, у вас сколько крепостных? Три. Я вам руки даже не подаю. Ну ничего, ты три крепостных. Ну что ты с вами разговариваешь? А у меня триста. А у вас сколько крепостных? А у вас пятьсот. Я тогда очень глубокий поклон. В чем смысл мертвых душ? Если у меня мало крепостных, надо хоть приписать, тогда со мной разговаривать. Ну а что касается домашнего всякого хозяйства, которое обеспечивает жизнь крестьянина воспроизводства, это его дело. А если голод, что вы не будете делать, как барыня? Допустите вы, чтобы мы, крестьяне, умерли? Нет. Нет, потому что и вы тоже умрете тогда. Поэтому что надо делать? Открыть амбары и дать нам хлеба в долг. Когда будет урожай, с нас взять то самое. И это разумно. И нам же хорошо, и вам хорошо. И у вас ничего не пропало. Все равно они там лежат в амбаре. За кормах эти запасы. Вот это феодальная форма производства. А следующая форма, капиталистическая форма производства. Тут все очень понятно. Все производства товарные. Вот у меня есть, я человек не свободный, у меня есть завод. Средства производства. А вы свободны, как птицы. У вас средства производства отсутствуют. Что вы будете делать? Ваши дети. А куда вам еще? Нет, вы можете ходить, а вы не ходите на завод. Ходить, гулять, придете ко мне. Я говорю, хотите, продайте свою рабочую силу мне. Нет, это у вас, наверное, дешево слишком. Да, дешево. Ну, идите гуляйте еще. Гуляйте, гуляйте, гуляйте. Нагулялись, приходите. И что? А куда вам деваться? Деваться некуда. Приходится продавать свою рабочую силу. А что значит продать рабочую силу? Значит, вы будете в течение рабочего дня делать то, что вы хотите, или что я хочу? Что я хочу. Что я хочу, вот вы и будете это делать. А вот просвистел свисток, прогудел гудок, прозвенел звонок. Идите, хотите, что хотите. Абсолютно этого, вы совершенно свободны. То есть полная свобода. Вы свободны от всего. Это я не свободен. У меня завод, надо его охранять, надо средства производства ремонтировать, надо обеспечивать, надо закупать, надо то, сё делать. А вы как птица свободны. При тебя отработали и ушли. Абсолютно вам свобода, полная. А мне не полная. Поэтому у меня даже вот надо и острова эти оборудовать, которые я уже закупил. И там виллу строить, и дворцы. Но я всё время занят. Мне очень тяжело жить. А вам легко. Получил зарплату и легко и тратить её, потому что она не такая большая. Вот это капиталистическая форма производства. И последняя форма производства, пятая, это коммунистическая форма производства. Раз средства производства общественные, какое в распределении, самая главная форма какая? По потребности или по труду? Ну почему это по труду, если это вообще все средства производства? Почему по труду? Вот вы, как вы себе представляете, вот если в медицинские услуги распределяют, что если я больше вас проработал, мне что ли больше зубов вырвут? Или рвать надо больше зубов тому, у кого больше заболело? Это будет по потребности, если рвать зубы тому, у кого заболели зубы, а не тому, кто хорошо работает. Да за что мне это рвать? Я хорошо работаю, а вы мне за это взяли и вырвали зуб лишний. Зачем? Или жильё. Жильё при социализме распределяют. В зависимости от размера семьи. Чем больше членов семьи, тем больше дают. А сейчас? А сейчас чем больше денег, тем больше покупать. И вам не нравится ваше жильё, купить апартаменты. Там будет 200 квадратных метров, и там сами решите, в каком углу вы поставите свою первую, вторую или третью кровать. Нет проблем. Совершенно свободные. А есть распределение по труду в первой фазе коммунизма? В первой фазе коммунизма, например, по труду транспортные услуги по труду распределяются? По труду. Мы считали, от этого, что люди предпочитали ехать на одном или на другом. Если трамвай стоил 3 копейки, троллейбус 4, автобус 5. Кто-нибудь, когда он думал о том, на чём ехать, считал? Нет. И сейчас, конечно, когда такие деньги? Сейчас все считают. Или капуста сколько стоила в советское время? Килограмм. 5 копеек. Это и капуста было. У нас в Выборгском районе привозили на Светлану в один год, поскольку привезли с Украины ещё капусту, бесплатно, чтобы люди только разобрали. Камазы привозили, на стадионе выкладывали, заходите, берите. И картошка 10 копеек килограмм. Если она 10 копеек килограмм, что вы её по труду будете брать или по потребности? Сколько надо, столько и берите. Это не деньги. Значит, поэтому производство не бывает, какое бы попало, а производство всегда имеет общественную форму. И форм всего 5. Социализм никакой особой формой не является. Это коммунизм, но такой ещё не развитый, не зрелый, не всё по потребности. А ещё часть по труду. Вот и всё. Вот эти формы производства определяют то, какая общественно-экономическая формация. Потому что формация, кроме способа производства, который есть единство производительных сил и производственных отношений, ещё включает в себя политическую, идеологическую и юридическую надстройку. Вот когда вы берёте весь этот комплекс, политическая надстройка, экономический базис, и вот туда целая формация. И вот даже у Маркса и Энгельса, когда они всё это излагают, так всё это хорошо, красиво, Но иногда непонятно, к какому строю отнести страну. Почему? Потому что, когда происходит переход от одной формации к другой, непонятно, какой же является страна. Вот я вам сейчас задам вопрос про Россию в конце 19 века. Какой строй был в России? Страна эта была феодальная или буржуазная, скажем, я вот так сокращу. В конце 19 века? В конце 19 века. Феодальная была у нас страна в России или буржуазная? Буржуазная. Буржуазная. А революция когда буржуазная произошла? Что вы говорите? Буржуазная революция когда произошла в России? В 20 веке, мы там сотнями меряем, в 20 веке произошла революция. Когда буржуазная революция произошла в России? Товарищи журналисты, когда произошла буржуазная революция в России? Вы из России? Да. Придут японцы, эстонцы, американцы, китайцы будут спрашивать, а вы как? Не знаю, если говорят, это Россия, большая страна, ничего не упомнишь. Это у вас там маленькие, такой большой страны, больше ни у кого нет. И от них отбились. Ну когда буржуазная революция была? Что вы праздновали в прошлом году? Раз это буржуазная революция. Да у нас две были революции в прошлом году. Две и обе столетия праздновали. Ну, я не думала, что это буржуазная революция. Какая? В 17-м году две же были революции. Две. Ну да. Одна буржуазная, другая пролетарская. Буржуазная? Ну да, как же. Ну когда? Буржуазия пришла к власти в России. Буржуазия когда пришла к власти в России? Ну вы имеете в виду временное правительство? Да, временное правительство. Так это буржуазное, временное правительство пришло в результате чего? В результате какой революции? В результате какой революции? Буржуазной? Буржуазной. Ну, а пролетарская была же позже. В октябре. А это была когда? Ну в феврале. В феврале. Ну вот видите, вы все знаете, что мы скрывали от народа. Значит, в феврале, в феврале состоялась буржуазная революция. А вы говорите, что у нас буржуазная была страна в конце 19 века. Не вяжется, согласитесь? Ну, если у нас уже не было крепостного права. Не было крепостного права? Это означает, что экономика уже стала буржуазной. А я бы вас спрашивал не про экономику, а про страну. А как вот к формации страна относится? В зависимости от чего? А вот это и вопрос. Вот это вот я хотел вам на это обратить внимание. В зависимости от того, какой класс стоит у власти. Какой класс стоял у власти в 19 веке? У власти в России. Феодальный. Сомнения есть? Нет. А когда этот феодальный класс вынужден был отдать свою власть? В результате буржуазной революции февральской. А вот скажите, пожалуйста, класс – это понятие экономическое или какое-нибудь политическое или идеологическое? Если мы считаем, что все еще после отмены крепостного права у нас все еще феодалы, значит, это политическое. Потому что если экономическое, то они меняют все-таки чуть-чуть свой статус. Нет, класс – это понятие политическое или экономическое? Понятие класса, а? Экономическое, вы сказали. Экономическое. Экономическое. Размер общественного богатства, которым располагает, и способ получения. Пять признаков. И все они сугубо экономические. То есть в экономическом отношении уже в 19 веке победил капитализм в России. Но у власти стоял класс, класс, у которого, у которого, в руках, какие были рычаги? Земля у кого была? Земля – это средство производства? Да. У кого она была до февральского революса? У помещиков. Да. Ну как она была у помещиков, так она и осталась. Вот я капиталист, хотел у вас на земле поставить завод, а вы заломили такую цену, что я и забыл про этот свой завод. Почему? Потому что ваша земля, если феодалы землю управляют, значит капиталисты должны рень поплатить, правильно? То есть они кто тогда уже двух являетесь? Они уже ничего не делают. Крепостные у них нет. Ничего не делают. Но за то, что крепостные на их земле пасут коров, крепостные хотят использовать эту землю в хозяйственном обороте. Там что-то или платите деньги теперь. То есть раньше я вам просто говорил, приходите на барщину. А тебе говорят, нет, это все, вы свободны. Вы хотите обрабатывать свою землю? Половину я вам отдал от того, что вам нужно, чтобы прокормить семью. А половину – платите деньги. И вы платите деньги, и получилось, что после этой, так сказать, меры, которую провел царь, оказалось, что капиталисты не выиграли, крестьяне не выиграли. А землевладельцы вообще ничего теперь не делают, они ничего не организовывают, им за все платят деньги. Капиталисты за то, что на земле строят заводы, крестьяне за то, что они пользуются этой землей. А что сделали? Поэтому, когда землю отдали крестьянам безвозмездное и вечное пользование по едокам, это сделало правительство уже социалистическое в октябре 1917 года, это социалистическое правительство решило задачу куржазной революции в деревне или социалистической? Куржазной. То есть, социалистическая революция доделывала задачи, которые не решила буржазная революция. А плюс какой был в этом? А был в этом такой плюс, что поскольку весь народ был связан вот с этой проблемой, прежде всего крестьяне, Россия – крестьянская страна, и для нее самое главное было – земельный вопрос. То есть, человек этот вопрос решили, поэтому это решило победу в гражданской войне. Ну, потому что другая страна, она отбирала снова у крестьян землю и вешала крестьян, и возвращала землю помещикам. Поэтому крестьянство поддержало большевиков. А кто это сделал, чтобы крестьянство поддержало большевиков? Современное правительство. А что временное правительство не решало свою задачу буржазную? Буржазная задача состоит в чем? Забрать землю предыдущего класса, правильно? Французская буржуазия отобрала, отобрала у своих, а наша вот все не нравится, как делала французская. У нас даже вот губернатор взял и переименовал набережную Робеспьера. А кто такой Робеспьер? Это социалистический революционер или буржуазный? Буржуазный. У нас сейчас буржуазная власть? Буржуазная. Зачем набережную Робеспьера переименовали? Во что переименовали? Воскресенскую набережную. А что такое там произошло? Воскресенье. А там воскресенская церковь была. А вот задача буржуазной революции не состоит ли в том, чтобы отделить церковь от государства? Состоит, да? И школу от церкви. И что делают товарищи? Это не выучили они. Вот они буржуазные власть, а задачи буржуазной революции не решают. Как-то так нелогично получается. У нас, правда, осталась еще Марата, вот улица. Тоже ведь это Марат, это герой какой революции? Пролетарской или буржуазной? Тоже буржуазной, да? Ну вот улица Марата тяжело переименовать, потому что эта улица раньше, знаете, как называлась? Грязи. И что-то вот пока застряли на этом переименовании. Зато всяких писателей поудаляли очень быстро. Вот Герсон, например, хороший писатель, удалили. Это теперь Герсон, это Герсон, это какая морская? Это малая морская, да? Нет, большая морская. Нет, малая морская. А Гоболь? А Гоболь, это малая морская. Гоболь или белой. Особенно зловредный был этот Салтыков Щедрин. Он что, коммунистов критиковал? Или критиковал начальников дурных? Начальников дурных критиковал, дураков всяких. Переименовали Салтыкова Щедрин. А кто теперь Салтыкова Щедрин? Он теперь Кирочный. Кирочная улица у нас теперь. Так, ну вот форма производства и, соответственно, формации. Так вот формации делятся не только потому, какая там форма производства, а по тому, какой класс у власти. Пока класс у власти не смеется, продолжается вот та формация, которая была установлена. Поэтому у нас буржазная революция произошла только вот в начале 17-го года. И поэтому затянулся вопрос, а уже вызрел вопрос уже и пролетарской революции. Поэтому не за грами была уже и пролетарская революция, которая дорешала задачи буржазной революции. Такая тут картина. Вот мы знаем, сколько есть формаций. Так вот социализм, это коммунизм или не коммунизм? Это отдельная формация или это коммунизм просто неразвитый? Неразвитый коммунизм. А? Неразвитый. Неразвитый коммунизм. Вот вы уже это знаете. А вот вы, наверное, читали и слышали, что умерла КПСС с идеей на устах концепции развитого социализма. Ну разве может быть социализм развитой, если он социализм? Нет. Нет, конечно. Но если он социализм, то это неразвитой коммунизм. Если его разбить, то будет полный коммунизм. Что такое социализм? Неспелый, незрелый коммунизм. Со следами капитализма во всех отношениях. В экономическом, в нравственном, в умственном. Вот вы можете сказать, что я так вот тщательно тут к вам придираюсь к каждому слову. Да потому что вот мы наблюдали, люди взлетели на самый верх. А у нас откуда, из какого университета взлетают на самый верх? Скажите, пожалуйста. Из нашего же. Из нашего у нас кто сидит? Все наши там сидят. Сергей Борисович Чеванов, который был главой администрации президента, он с какого факультета? Не знаете? Юридически. А? Юридически. Нет, филологического. С юридического Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича. Вот. Там все наши сидят. Ленинградский. Кудрин у меня дипломником был. Был у него Юрий Васильевич Семенов, потом Семенов что-то бежал за электричкой, сердце ему сдало, и вот передали мне Кудрина, я его доводил до этого диплома. Теперь, если его посадят за то, что он все наши деньги в Америку увез, возможно, меня привлекут, вас свидетелями. Вы будете говорить, да, вот он и лекции такие читал тоже. Не знаю, будете его защищать или наоборот топить-то на меня. Скажите, вот и правильно по делу он подготовил вот такого. Нас хочет тоже научить. министром финансового. И сейчас это он придумал, чтобы удлинить возраст на пенсию. Единственное спасение для нашей экономики, чтобы пенсионеры умирали раньше, чем они выйдут на пенсию. И тогда пенсия вся сохраняется, и можно ее инвестировать в производство. Вот решение. Не отбирать жилобогатых. Правда? Пенсионеров надо отобрать. Зачем? Они же ничего не делают. Раньше были умные люди в древние времена. Впервые на общенном коммунизме. Допустим, вот у вас молодая семья. Что родители должны сделать? Если родители будут останутся, значит, они уже не работают. Только вы работаете. Значит, вы должны умереть. Или дети ваши должны умереть. Поэтому родители уходили в горы. Сами понимали. А сейчас вы приходите заставлять их. Добрать. Иван Михайлович, лекция. Позвание после лекции. Вот. Вот такая, значит, с этим ситуация получается у нас. Получилось у нас пять формаций. Общественно-экономических. Пять форм производства. И поэтому мы не просто знаем, что такое производство. А знаем, что оно всегда имеет общественную форму. И тогда вот это выражение, это определение, которое мы рассматриваем, что производство есть процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее, оно тогда имеет смысл. Например, если собственность общая на все средства производства, нам надо, чтобы каждый колхоз имел комбайн. Не надо. Потому что вот вы убрали поля на самом юге России. И эти комбайны теперь только стоять будут до весны. Правильно? Ну, эти комбайны, они были в машино-тракторных станциях. Машино-тракторных и соответствующая техника. Там, скажем, для того, чтобы и сейлки, и веялки, и так далее. Они же были в государственной собственности, в общественной собственности. Они, значит, отправлялись куда? На север постепенно. Вот двигается волна. Возревает хлеба, и техника туда, и водители туда направляются. С какими машинами? Машины тоже государственные все грузовики. И набирают водителей, и направляют, командируют с разных заводов, с предприятий на уборку. И они идут, идут вместе с этой всей техникой. И эта волна докатывается до северных широт. Там, где уже не высевают пшеницу. Пшеницу уже прекращают убирать, убирают рожь. Почему едят на Украине белый клеп? Потому что там рожь не растет. А почему у нас черные едят? Потому что у нас рожь растет. А почему в Китае рис едят? Потому что там рис растет. Мы в Вьетнаме и в Корее. Поэтому мы понимаем определяющую роль производства. Они любят то, что произрастает в той стране, прежде всего. Конечно, не все. Прежде всего то, что произрастает в этой стране. Потому что для этого людей это основная их форма, значит, зная пища, которую они употребляют. Вот такая история. Так что мы с вами разобрались с формой производства. И что является вот это производство общественное? И есть то, что называется общественным бытием. Когда говорят, что общественное бытие определяет общественное сознание, то надо брать это как общественное бытие. А общественное бытие всегда имеет общественную форму. То есть, если общественное бытие у нас буржуазное, какие идеи у нас господствовать в обществе должны? Какие попало или буржуазные? Но производство является определяющим в взаимодействии производства и сознания. Бытие и сознание. Производство. Бытие или сознание. Что первичное, что вторичное? Бытие первичное. Общественное. Общественное бытие определяет общественное сознание. И это главное положение исторического материализма. Поэтому вот начинается выборная кампания какая-нибудь. Или в ДУ, или президентская. Начинает обсуждать, кто победит, кто победит. Ну, кто победит. Кто победит, если у нас сейчас буржуазная экономика. Кто победит? Какая партия? Какие партии? Какие вы знаете буржуазные партии в России? А какие вы в Думе знаете партии? Там их очень мало. У нас партии много. 74 регистрировано. Допущенные к выборам были 74. А в Думе сколько? Ну, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и Справедливая. Да. Все. Из них вы могли сказать, что в буржуазных партиях сколько? Единая, Справедливая, ЛДПР. За Единую сюда голосуют. Были такие случаи, чтобы при голосовании... Не то, что вот просто сидят и разговаривают, как мы с вами. Тут можно спорить на какой-нибудь столе, круглом, там, на телевидении, там, шум, когда голосуют. Видели, чтобы Справедливая Россия проголосовала не так, как Единая? Нет. А ЛДПР как часы? А тут, если что, вот тут сидите, а я раз из стакана воду к вам плесну, как Шириновский, там, Немцову, лицо. Вот если я сейчас вот притащу стакан и вам, а вы сразу напишите ректору, такой-сякой, а я буду объяснить, написать. Знаете, что я напишу? Читаю я лекцию, уже вечер. Очники, заочники. И вот смотрю, девушка, она передо мной сидит на парке, поблиняет, думаю, сейчас потеряет сознание. Расплю лицо, воду. Она жила. И за это меня хотят привлечь? Создадут комиссию. Там будут ваши друзья или мои друзья? Как вы себе представляете? Ваши. А? Ну вот и все будет хорошо. Скажут, почему вы так это... Еще напишут мне, что я проявляю гнилой либерализм, что надо сроженые экзамены требовать со студентами. Мы же так с вами материалисты или идеалисты? Вот приятно иметь дело с серьезными людьми. Они очно, заочно, они не только здесь сидят, они вообще в жизни уже устоялись, и они понимают, как жизнь устроена. И что за материальное производство, оно является решающим, а не то, что справедливость там, справедливость где-то, разве есть, при социализме справедливость есть? Как? Вот как бы как Ленин прямо, вот Ленин в государстве Рождества так и написал, справедливость и равенство. Первая фаза коммунизма, дать не может, неравенство остается, неравенство несправедливость. Почему? Вот распределяют по труду. А семьи-то разные, в одном много детей, в другом мало детей. Где же справедливость-то? Одни здоровые, другие больные. Где справедливость-то? Нету справедливости. Справедливость может быть только тогда, когда будет не идог, что не развитый коммунизм, когда, ну все будет по потребности. Сколько надо, только им потреблять. Только не надо чрезмерно потреблять, и так уже некоторые сейчас стараются себя сдерживать. Я всегда им советую, если хотите похудеть, посмотрите, как живут студенты, и все будет хорошо. Не надо никуда ходить, платить деньги за эту программу похудения. Идите, посходите, приходите в университет. Лучина дневной, где стипендию дают, 1503 рубля. Я спрашиваю там, на историческом, там большая аудитория у меня, ну сколько вы проживаете здесь, на полторы тысячи? Девочка так подумала, говорит, ну, неделю. Ты что, я говорю, последний раз у вас вижу, у нас же раз в неделю с вами заняется. То есть, вот, проблема похудения у нас тут решается кардинально вообще. Она решена в нашем университете и других университетах страны. Так, ну вот. Значит, три партии. А вот, а кого вытянула КПРФ на последних выборах президента? Она же вытянула миллионера. Такая, значит, а какая партия? Вы по названию партию определяете или по содержанию? Ну, если это партия, которая удивляет миллионера, это как? Это партия буржуазная, конечно. Но название коммунистическое. Вас это удивляет? У нас уже ничего не удивляет. Вас не удивляет. А вспомните, как у Гитлера фартия называлась? Вот эта фашистская партия, название не можете вспомнить? Напомнить вам? Национал-социалистическая рабочая партия Германии. Хорошо же называется? Чтобы в этой нации был социализм, да еще и рабочая партия Германии. Ну, красиво. Поэтому тот, кто, так сказать, смотрит на название или на билетики, на надписи, которые написаны, ну, это вот он, наивный человек в политике. В политике надо смотреть глубже. На что? На интересы классов. Ну, вот так что у нас есть четыре партии. А чтобы этим четырем партиям там было удобно сидеть, существует такой порядок, который, может быть, вы не знаете. Существует такой порядок, что во время домских выборов каждая партия по итогам домских выборов получает по 152 рубля, из партии, которые получили больше трех процентов, по 152 рубля за каждый голос. Вот если ваша партия получила миллион голосов, сколько вы получите? 152 миллиона получите вы от государства по закону о политических партиях. Хорошо же. То есть чем вы мучатся с этими фирмами, там, заводами, с пароходами, с алюминием? Зачем? Вот. Заниматься надо политикой. И тут, если вы сидите в этих партиях, вы получаете 152. А если 2 миллиона? Представьте, сколько единая Россия там. Вроде как она и так имеет финансы разные. Но прежде всего, само же государство ей же и платит. Сам воспроизводство происходит. Вот получили мы такую вот картину, что производство является решающим. Если производство буржуазное, то и власть буржуазная. Если производство феодальное, то и власть феодальная. Но в переходный период, вот мы с вами не случайно сложный вопрос обсуждали, когда производство уже буржуазное, а власть еще феодальная. То есть, относительная самостоятельность на стройке есть. Не сразу это получается. Или наоборот. Вот произошла социалистическая революция. В 17-м году, в октябре. 7 ноября произошла... 8 ноября какая экономика была в России? Ну, 7 ноября революция, 8-го. Какая экономика? Буржуазная. А? Буржуазная, конечно. А 1-го декабря 17-го года? Чего? Да тоже буржуазная. Ничего не произошло в окануне. Ничего не произошло, кроме одного. Был рабочий контроль. А это что значит? Вот вы капиталист. А я от рабочих к вам пришел. И что я делаю? Ничего. Сижу, сижу у вас в кабинете и смотрю. Внимательно слушаю. Больше ничего. Если контроль, что я могу делать? Могу я отменять распоряжение руководителя? Так что, остановится экономика. Соображать же надо. Власть взяли, допустим, большевики, а сейчас рухнет экономика. Это хорошо, что ли? Но она буржуазная. Но люди-то кормят или как-то она снабжает людей, что-то обеспечивает. А вы не умеете еще управлять и сейчас сразу беретесь управлять? Вы можете управлять заводами? Я, например, не могу. Давайте я хоть посижу, посмотрю, что это дело. Вот вы посидите там месяца два. Сколько сидели эти контролеры рабочие до национализации? Национализация когда произошла? В каком году национализация средств производства в России? Когда новое правительство советское национализировало средства производства? В 20-х января? Нет, в 18-м году, в январе. То есть октябрь, ноябрь, декабрь и часть января. Четыре месяца, квартал. Все это время чисто капиталистическая была экономика. А что такое контроль рабочий? Ну вот потому что вы возьмете от станков, открутите важные части и бросите в него. И все. И что национализировать тогда? Что национализировать мы будем? То есть прежде чем национализацию делать, надо делать так, чтобы ничего не пропало. А иначе это... То есть сломать экономику ничего не стоит. Саботаж. Поэтому нужно... Это во-первых. Во-вторых, не надо все национализировать. Мы что, все национализируем? Нет. У нас же сколько было секторов после национализации? У нас был патриархальный уклад. Затем у нас был уклад мелкотоварный. После мелкотоварного ушел частнокапиталистический уклад. Не национализированные предприятия. Не все национализированные. Потом был госкапитализм. Это те, которые национализированы. Но они что раньше делали, то и делают. Никакого еще плана нету. Контроля нету. Вот так, как сейчас. Сейчас у нас сколько процентов государственных... Государственных продуктов. 70 процентов на государственных предприятиях производится. То есть у нас, считайте, национализированное производство. На 70 процентов. План есть какой-нибудь на эти производства? Нету. Никакого плана нет. Вот представляете, я, допустим, Мильдер, Газпром. Что я должен делать? Что хочу, то и делаю. Где хочу, там уберу. Из сырье. Куда хочу, туда и продаю. А что мне нужно делать, прежде всего? Значит, поскольку мне никакого плана не дают, я могу повысить себе зарплату? Могу. И управленцам. Могу? Могу. Насколько? Насколько хочу. Я ее повышаю. Куда это пойдет? Затраты или прибыль? Затраты. Затраты. А прибыль все отдадим государству. А себе затраты запишем. Знаете, сколько все записывают, члены правления Газпрома? 15 миллионов в месяц. Это середняки. А богатенькие, как просто нефть, они записывают 24 миллиона в месяц. Вот вы бы получили 24 миллиона в месяц, вам бы как тяжело было бы жить сейчас, вы и страдались. Даже думаешь, как вы донесете домой? Не убьют ли по дороге? Не узнают ли? Как хранить? Какой банк не положишь? Он же лопнет. Что делать? Не уехать ли с деньгами куда? А куда уехать? Там, видите, наши туда положили капиталисты на Западе, а там, как-то, арестуют. А здесь посадят. Куда деваться бедному? Капиталисту российскому сейчас куда деться? Как ему тяжело. Бедные, вот еще санкции. Эксельберг с кепкой вышел. Подайте несколько миллиардов на то, чтобы поддержать наши посадки. Вот вы живете, а ни о чем не думаете. А вот люди мучаются, как страдают наши капиталистические. Поэтому самое милое дело и в издержке так и было при госкапитализме. При Ленине было, и при Сталине. Пока еще был госкапитализм, пока плана не было. Но то, что они вставят в издержке, то и вставят. А вот когда план, тогда да, туда другое дело. А план появился только в 28-м году. Поэтому когда мы начали говорить, когда там началась настоящая уже экономика социалистическая, до этого это была переходная. Вот в 28-м году появился первый план. Годовой или пятилетний с разбивкой. Годовые планы. И тогда эта малина закончилась. И крестьянство коллективизировали. И частная собственность деревни тоже закончилась. Вот тогда, можно сказать, социалистическая революция завершилась. И переходный период тоже завершился. От капитализма к коммунизму. Когда коммунизм у нас начался? В России, в СССР. Наверное, с революцией? Не. Чуть-чуть погодя. Не, у нас же переходный период был в коммунизм. А коммунизм начался только с 36-го года. Общественная собственность остановилась на все. Не стала частной. Вот в чем смысл выражения? Уничтожить частную собственность. Что, сломать? Сейчас лекция через 10 минут позвонит. Вот. Так что, это вот такая ситуация непростая. То есть, для того, чтобы уничтожить частную собственность, ничего не надо громить, ничего не надо ломать. А нужно создать общественное. А что нужно создать общественное? Это общественное отношение, собственность. Это что это? Отношение присвоения. А для этого надо план. Для этого надо все организовать. Для этого надо, между прочим, коллективизацию, это и дурак, можно провести. А вы должны сделать 200 тысяч тракторов. Ну, тогда от коллективизации будет прок. А если вы сделаете коллективизацию, а возить будете на лошадке все, что у вас будет от этой коллективизации? Ничего не будет. Испорчено будет все производство. Поэтому это нельзя, эти процессы отдельно решать. Что отдельно, дескать, вот я коллективизирую, а это само собой, дескать, когда-то будет и производство тракторов. Так надо сразу машинное производство. Это общественная собственность предполагает уже. Общинное производство, не первобытный общинный же коммунизм надо создавать, а коммунизм, который, ну, по крайней мере, на уровне превосходящий капитализм. А для этого надо, чтобы было обеспечено машинное производство. Вот если мы так смотрим на формы производства, тогда мы видим, у нас вот идут эти пять форм производства. Причем последняя форма, это не развитый коммунизм, социалистическая. Дальше никто еще не прошел. Значит, вот у нас социалистических стран было не так и мало. Значит, социалистической страной была Россия, а социалист был в ней построен только в середине 30-х годов. Монголия с 28-го года была, социалистической, социалист в ней не был построен. После войны появились Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания, Польша. В Польше коллективизация не проводилась, она социалистической страной была, но социализм там построен не был. В других странах, в многих перечисленных, социализм построен был. Потом он терен. Почему? Потому что товарищи, которые построили социализм, забыли, что социализм предполагает не только форму производства, но и форму государственного устройства, какое-то диктатуру рабочего класса. Повыкидали след за Хрущевым. И вместе с этой диктатурой рабочего класса разрушилась и система социализма. А Хрущев что говорил? Он говорил, что социализм у нас в стране повезел полностью и окончательно. Полностью и окончательно. То есть ничего делать не надо. Надо ходить в кассу, получать зарплату. Ничего делать, бороться не надо. Всех демобилизуем, всех размамечиваем. Такое бывает. Мы с вами изучали вопрос о развитии. Развитие включает все две противоположные тенденции. Одна совпадает с направлением развития, прогресс. Другая противоположная направлением развития, регресс или реакция. Поэтому вы можете как угодно далеко зайти, даже в полный коммунизм. Вы можете обратно вернуться, если вы не будете бороться за прогрессивные изменения и не будете поддерживать оборот, если будете поддерживать реакционные какие-то изменения в нашем обществе. Так, ну давайте делаем перерыв на 10 минут. А мы вторую лекцию пораньше закончим, и я вас тогда скажу. Спасибо. Спасибо.